Нужно или не нужно учить чувашский язык? Этот вопрос не раз встает перед учениками столичных школ и их родителями. А вот участники первой республиканской игры Аслы Тытыщу уверены, что родной язык знать важно и нужно. С подробностями наш корреспондент Ольга Алексеева. Командной игре по чувашскому языку состязались ученики седьмого по одиннадцатой класса русскоязычных школ Чебоксар и Новочебоксарска. Всего 19 команд. Такое количество любителей родного языка приятно удивило организаторов мероприятия. Нам важно, чтобы чувашский язык был распространен не только в деревнях, но и в городе, среди молодежи. Ради этого мы организовываем такой конкурс, чтобы у детей был стимул учить чувашский и побеждать на таких конкурсах. Первое испытание – визитная карточка команды, домашняя заготовка. Участники показали любовь к родному языку через танцы, песни и стихи. Второе испытание оказалось сложнее. Собрать слово из частей, указанных на спинах участников, смогли далеко не все команды игроков. Мы живем в Чувашии. Это стыдно, не знаю, свой собственный родной язык. Я не понимаю людей, которые говорят, вот зачем он нужен. Он обязателен нашему. Всего жюри оценило 8 заданий. Участники писали диктант, объясняли значение сложных чувашских слов и демонстрировали знания пословиц. Дмитрию Сергееву испытания пришлись по душе. Любовь к родному языку ему с детства привил дедушка. Чувашский язык нужен для нашего народа, так как мы живем в Чувашии. Он все равно пригодится. Сейчас многие языки уже относятся к умирающим. Надеюсь, что чувашский никогда не будет отнесен к такому языку. Надеюсь, что он будет так же популярным, как и английский, может быть, и русский. И все же, как выяснилось, далеко не все игроки знают чувашский язык в совершенстве. Многие только учатся. Итоги же конкурса подведут после того, как все 19 команд пройдут испытания. Ольга Алексеева, Евгений Анисимов, Республика.